Дисциплинированность и ответственность, глубокое знание отечественной истории и высокие моральные принципы, качества которые, пожалуй, каждый родитель хочет видеть в своем ребенке. Именно в таком духе подрастающее поколение воспитывают в кадетских классах. Держать высокую планку кадетского образования планируют в школе номер 17. Проект, предлагающий возможности для обучения юных кадетов, рассмотрели в рамках общественных слушаний. Данный подход позволяет повысить доступность кадетского образования и создать структуру для организации и реализации учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и воспитания, предусматривающих формирование образованной и воспитанной личности. Для юных кадетов предполагается ввести дополнительные дисциплины по углубленному изучению отечественной истории, этикета, классической хореографии и, конечно, начальной военной подготовки. Большая часть необходимой базы в школе уже есть. На базе нашего образовательного учреждения с 1 сентября планируется сформировать кадетский класс в направленности в количестве 50 человек, мальчики и девочки, которые будут действовать с 2016 по 2021 учебный год. Мне очень нравится программа, которая разработана в непосредственном участии педагогов школы. Это и история наша отечественная, и уроки этикета, которые также необходимы как мальчикам, так и девочкам. В целом популярность кадетское обучение набирает не только в школах, но и в качестве профильного образования. Так в Монина планируют открыть президентское кадетское училище. Сейчас кадетский президентский корпус открывается в 1 сентября в тюрьме. У одному из родов войск у нас кадетское президентское училище в Монина. Приказ министра обороны есть. Постановление правительства Российской Федерации есть. В школе номер 17 формировать кадетские группы планируют, начиная с пятого класса обучения. Александр Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».